Друзья, всем привет! Вы смотрите канал InvestFuture. Мы с вами обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов за 6 августа. Итак, первая тема – это, конечно же, обвал рынков, который произошел накануне, в очередной черный понедельник. Американские рынки показали мощнейшее падение с декабря 2018 года, и это связано с решением Китая ответить на новые американские пошлины. Китай принял, во-первых, решение наложить ограничения на импорт американской сельхозпродукции, а это чувствительно для президента Трампа, потому как фермеры его избиратели, которые и так уже к Трампу имеют немало претензий. Во-вторых, Китай довольно резко девальвировал курс юаня до минимальных уровней почти за 11 лет, и, соответственно, рынки были буквально ошарашены тем, как быстро торговая война переросла в войну валютную, когда две крупнейшие мировые экономики пытаются друг друга переиграть. Кто же сильнее ослабит свою валюту, чтобы, соответственно, получить преимущество в международной торговле? Во вторник ситуация несколько успокоилась, потому как в ответ на претензии Минфина США, обвинение в манипулировании валютными курсами, Китай ответил, что все нормально, мы не собираемся манипулировать, и действительно стабилизировал курс юаня. Ну и самый распространенный вопрос, что же будет дальше? У меня ожидания такие, что август будет очень волатильным, потому что вплоть до сентября новых торговых переговоров в любом случае не предвидится, и по всей вероятности у нас может быть эскалация ситуации, то есть напряжение может и дальше расти, страны будут продолжать пытаться друг друга каким-то образом наказать. Поэтому я думаю, что именно в августе мы с вами увидим рост спроса на защитные активы. Если вы хотите, чтобы я записала отдельный ролик про то, какие инструменты позволяют сохранить капитал в кризис, так называемые защитные или активы гавани, то напишите в комментариях, я подготовлю для вас такое видео в самое ближайшее время. Ну или лайк под роликом тоже поставьте, это лишним никогда не бывает. Так вот, по всей вероятности сейчас в августе мы будем наблюдать распродажи рисковых активов и спрос на активы защитные. Другое дело, что в сентябре, возможно, какой-то консенсус все-таки будет достигнут, поэтому я бы пока не стала говорить о том, что все американские рынки переходят в медвежью фазу и потянут за собой весь мир. Скорее это все-таки будет нечто похожее на достаточно жесткую коррекцию, которая давно просилась. Вот у меня такой взгляд на рынок в настоящий момент. Ну а вы пишите в комментариях, какое у вас мнение относительно происходящего на биржах сейчас. Сюжет номер два. Переходим к следующим международным темам. Президент США Дональд Трамп ввел полный экономический эмбарго против Венесуэлы для того, чтобы усилить давление на режим Николаса Мадуро, который США считают нелегитимным. Таким образом, новым указом американского президента на территории США блокируются все, без исключения активы венесуэльского правительства, и запрещаются транзакции с любыми чиновниками из Венесуэлы. И также заблокированы все активы нефтяной компании крупнейшей венесуэльской, нефтяной компании PDVSA. Но на самом деле это не самое страшное. Довольно угрожающим звучат комментарии от чиновников американской администрации о том, что на столе у Трампа, цитата, лежит вариант с полной военной блокадой Венесуэлы с моря. Но таким образом Мадуро пытаются буквально выдавить из стороны. Но спорная, конечно, история, насколько правильно американцы делают, что оказывают такое давление на венесуэльскую экономику. Но так или иначе эта история интересна для рынка нефти. Краткосрочно она может оказать нефтяному рынку некоторую поддержку. Ну, несмотря на то, что Венесуэла, конечно, сейчас достаточно слабый игрок на нефтяном рынке. Но долгосрочно, как мы с вами уже обсуждали, если американцы получат контроль над венесуэльскими территориями и будут там создавать всю необходимую инфраструктуру для своих компаний, то американская добыча нефти может существенно разрастись. И в долгосрочной перспективе это может стать негативным, наоборот, фактором для нефтяного рынка. Давайте еще раз вернемся к конфликту между США и Китаем. Тут Goldman Sachs опубликовал свои свежие прогнозы. И можно верить, можно не верить. Но у банка ожидания такие. Торговая война между США и Китаем продлится до выборов 2020 года. Торговые сделки до этого заключено быть не может. Ну и также Goldman Sachs предполагает, что в 2019 году федеральная резервная система понизит процентные ставки три раза. Это связано с тем, что спред доходности длинных и коротких облигаций США сигнализирует о растущем риске рецессии в американской экономике. Ну и Федрезерв будет реагировать на растущую торговую напряженность и возросшие перспективы жесткого выхода Великобритании из состава Европейского Союза. ФРС всерьез обеспокоена мировым ростом и с двигами на рынке облигаций. То есть Goldman не считает, что ФРС каким-то образом прогибается под желаниями президента Трампа, но скорее реагирует на изменения макроэкономической ситуации. Вот там такие ожидания у Goldman Sachs. Вы согласны с такими прогнозами? Напишите в комментариях, как вы думаете, чего нам ожидать в этом году в мировой экономике. Перемещаемся в Россию. Международный валютный фонд рассказал о влиянии санкций и нефтяных цен на российскую экономику. По данным МВФ, ежегодный отрицательный эффект санкций на рост российского ВВП за 4 года, с 2014 по 2018, составил примерно 2% в год. И, соответственно, как пишется в докладе МВФ, цитата, санкции, неожиданное падение цен на нефть и реакция рынков и экономической политики на этот двойной шок способствовали более низкому росту, чем ожидалось с 2014 года. За 5 лет российская экономика выросла лишь на 2,5%, следует из оценок МВФ. Это, конечно, существенно ниже общемировых темпов, а могла бы теоретически вырасти на 5,9% в отсутствии внешних шоков. Но напомню, что не так давно рейтинговое агентство АКРА также комментировало эффект санкций. Им написало, что сами санкции напрямую не так сильно отразились на российской экономике. Но куда сильнее оказался тоже, цитата, косвенный эффект от санкций, который выражен в изменении экономической политики властей и более консервативном бюджетном планировании. И пятая тема. Данные 70 тысяч клиентов Бинбанка утекли в открытый доступ, в том числе паспортные данные, фамилия, имя, отчество и адреса клиентов. Эта новость вышла в понедельник, но вот еще не успели мы с вами ее обсудить. Ну что ж, утечка произошла из-за уязвимости, о которой компания DeviceLock, которая как раз-таки занимается разработкой программ для защиты данных, сообщала Бинбанку еще весной. И тогда вроде бы уязвимость была закрыта, но данные уже успели утечь. И, как говорят источники знакомой ситуации, база была продана эксклюзивно в одни руки, но сейчас в интернете ее продают уже несколько продавцов данных. И один клиент продается по 5 рублей за одного человека. Эта новость не очень хорошая, потому что вот по Москве выявлено около сотни пострадавших клиентов Бинбанка, у которых похитили от 3 тысяч до 100 тысяч рублей. И для сравнения от клиентов других крупных банков, там за аналогичный период, с начала 2019 года поступило порядка 20-30 заявлений в полицию. Ну, конечно же, открытие, которое теперь у нас как бы включает в себя бывший Бинбанк, говорит, что все проблемы, цитаты, давно решены, а количество результативных атак на клиентов банка крайне незначительно. Ну, то есть как бы отказываются признавать проблему, хотя она очевидно имеется. Поэтому я вас хочу предупредить, будьте осторожны, если вам будут какие-то люди звонить по телефону, да, особенно с упоминанием чего-то связанного там с открытием Бинбанка, будьте, пожалуйста, предельно осторожны. И если вы не видели еще видео о финансовых мошенниках у нас на канале, которые работают в интернете, то посмотрите, пожалуйста, я оставлю ссылку в закрепленном комментарии. Там как раз мы рассказываем, какие методы бывают и как им противостоять. Ну, и к теме финансовых мошенников я периодически вам рассказываю о компаниях, с которыми я бы не рекомендовала работать. Сегодня хочу упомянуть о компании, которая имеет все признаки финансовой пирамиды. Это компания GBPay, которая анонсирует какую-то революционную платежную систему, которая должна вот прям нагнуть виза и мастер-карты, перевернуть финансовую систему. Но компания обладает всеми типичными признаками финансовой пирамиды, ее владелец уже был судим за мошенничество и все там, в принципе, достаточно прозрачно. Я оставлю ссылку в описании к этому, в закрепленном, давайте, комментарии на более подробную информацию. Почитайте, если вдруг вам поступали предложения о сотрудничестве с такой компанией, то подумайте, прежде чем, пожалуйста, соглашаться. Друзья, я напомню, что у нас на канале до сих пор продолжается розыгрыш книги Эрика Наймана. И я оставлю ссылку на это видео еще раз в закрепленном коменте. И сам Эрик Найман нам в комментариях написал, что, безусловно, для меня очень приятно. Давайте зачитаю. Все верно сказано и критика теханализа по теме, пишет нам Эрик. Я сам в основном фундаментальный анализ использую от макроэкономики до анализа акционерных компаний. Теханализ помогает разве что с таймингом входа. Особое внимание уделите психологии, в том числе самоанализу. Ведь главная причина неудач большинства инвесторов и спекулянтов – это личные слабости. Благо, рынок позволяет эти слабости быстро выявить. Также правильный подход у Киры – воспитывать инвесторов, а не спекулянтов. Долгосрочно успешными бывают только инвесторы, а спекулянты или становятся инвесторами, не вынуждены от понимания, что мельтешение на рынке денег особо не приносит или отдают деньги в управление профессионалом. Видела здесь несколько вопросов о себе. С книг и лекций не живу, пишет Эрик. В основном управляю активами состоятельных клиентов, своими и компанией. 99% доходов именно от этого. Денег заработал достаточно именно от профильной деятельности. И в большей части нет комиссии клиентов, а от личных инвестиций, чего и вам желаю. Данный канал к просмотру рекомендую. Полезный и понятный контент для очень многих. Успехов и удачи всем нам желает Эрик Найман. Спасибо, Эрик, за то, что вы нам написали. Ну и по поводу финансовых консультантов. Также у меня вышло видео на канале, которое мне кажется очень полезным, потому что постоянно меня спрашивают, кто может проконсультировать, как выбрать правильного человека. Я рассказала, как я смотрю на эту индустрию, какие подводные камни я там вижу. Ну и вот Олег нам пишет, наверное, самый первый вопрос к консультанту. Вы сами инвестируете и в какие продукты вы инвестируете? Потому что часто встречаюсь с консультантами, которые, во-первых, вообще живут на ЗП и в кредитах, а во-вторых, продают продукт, которым сами они не пользуются. На 100% я согласна. И Валентина Дроздова пишет, лучший консультант – это ты сам. На мой взгляд, чем отдавать деньги, непонятно кому, лучше вложить их в самообразование. Свободное время потратить на прочтение книг. Начать практиковать с небольших сумм, развивая свою интуицию. А еще регулярно смотреть видео на канале InvestVute, повышая свою финансовую грамотность. Через пару лет самому можно будет начинать консультировать. Абсолютно с вами согласна по всем аспектам. Спасибо, друзья, за то, что вы пишете нам комментарии. Я их все внимательно читаю, по возможности стараюсь отвечать. Если это видео было полезно, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик и, конечно, написать в комментариях, что вы думаете о темах, которые мы сегодня обсудили. С вами была Кира Юхтенко, команда проекта InvestVute. До новых встреч в наших следующих роликах.